Мебель под маркой сделана в Казахстане, выглядит именно так. И сегодня в нашей программе мы расскажем, как и из чего отечественные производители создают такую красоту. Мы в Шимкенте и сейчас отправляемся на предприятие Мегасмарт. Мы начинаем. Уникальность этого предприятия в том, что стружка, хлопчатника и дерево здесь превращаются уже в готовую мебель. Сколько времени для этого нужно, расскажет генеральный директор предприятия Сергей Хигай. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Жанна. Что сейчас здесь происходит? На данном этапе у нас происходит процесс ламинированной плиты МДФ. Наносится сверху декоративная бумага и под высоким давлением 1400 тонн на плиту запрессовывается бумага и получается готовая продукция ламинированная плита МДФ. А где вы берете сырье? Сырье мы используем наше казахстанское. Стружка мы собираем в житесае. У народа скупаем стебель хлопчатника после сбора урожая, превращаем ее в щепу и делаем плиту-основу заготовки. А декоративную бумагу мы получаем из России, европейских стран и из корейских стран. А какую именно мебель вы изготавливаете? Мы больше ориентированы на мебель кухонных гарнитуров и офисной мебели. Также мы производим мебель для специализированных учреждений, это дошкольные учреждения и учреждения школьного образовательности. А сколько времени надо, чтобы собрать мебель, чтобы закончить весь процесс? Ну, процесс у нас идет весь непрерывный. Если мы говорим от заказа до отгрузки конечной продукции, это в среднем бывает от 10 дней до 30 дней, в зависимости от объема. Но если рассматривать цикл полный от заготовления самой стружки, то я думаю, весь цикл займет порядком двух месяцев. Сколько этапов всего в производстве? У нас находятся три линии по изготовлению плитной продукции. Первая линия изготавливает саму плиту основы ДСП. Вторая линия, на которой мы сейчас видим, по ламинированию плиты. И третья линия, которая отделывает высокоглянцевую отделку лаковой продукции. Выходит в итоге два конечных продукта, ламинированная плита и высокоглянцевая плита. Пройдемте дальше. Здесь мы находимся уже на конце линии. В данный момент выходит готовая продукция, которая просматривается нашими специалистами на качество продукции, чтобы не было никаких дефектов вмятин, царапин. Линия автоматически собирает в палету всю продукцию, накапливается до 30 листов. Далее эта пачка готовая выходит на дальнейший процесс производства. Здесь мы видим, что эта плита уникальна тем, что в бумаге есть содержание меламиновых смол, которые дают защитную пленку верхнему покрытию к истиранию. И тогда наша плита может долговечно использоваться более 10 лет уже в готовой продукции. А это стандартные размеры, да? Это стандартный размер, утвержденный мировым стандартом. В основном используется в Азии, в таких странах, как Южная Корея, Китай, Япония. Формат у нас идет 2,44 на метр 22. Толщиной мы производим в разных толщинах. Это 8 миллиметров, 16 миллиметров, 18, 22, 25 и выше. Производственное оборудование позволяет делать как тонкую плиту, так и толстую плиту. А насколько они влагоустойчивы? Любая плита МДФ и ДСП, конечно, имеет свойство разбухать, потому что там есть основа древесины. Но так как туда добавляются смолы, согласно нормам эмиссии И-1, это европейский стандарт качества, в которых, согласно нормам, нету никаких вредных веществ. Плита может разбухнуть только при попадании в воду. Процент разбухания может быть не более 5%. Но так как мы, когда производим готовую мебель, мы кромкуем торцевые части пластиковой кромкой с добавлением EVA-клеев, то в торцевые части уже влага не попадает, и поэтому мебель не разбухает. Пойдемте посмотрим, как это делается. Теперь мы с вами пришли в производство мебели. В данный участок из того цеха на погрузчиках поступает плитная продукция. Она загружается в данный пильный центр. Пильный центр получает палетами продукцию. Автоматически нужное количество листов забирает сама машина. Здесь мы видим, что весь процесс автоматизированный. У нас из салонов, из торговых точек поступают ЧПУ-файлы готовой мебели, разработанные нашими технологами. В каждой линейке мы имеем не менее 450 модулей, которые поступают нам к нашему технологу по интернету. Технолог загружает утром дневную смену работы файлами. Задача оператора только проследить правильность подачи цвета и проследить, какие заготовки процесс пиления поочередности происходит по нормам. Данную продукцию заготовки они укладывают сюда на палетирование и происходит поступление в следующий участок производства. На данном участке стоит машина, которая тоже работает по ЧПУ-файлам. В данном программном обеспечении закладывается информация, какую толщину кромки нужно использовать, какая толщина плиты должна поступать. Автоматически происходит полный цикл заготовки и поступает далее на палеты в следующий участок производства. Участок производства сверления у нас по-профессиональному называется это присадка. Это самый главный процесс в производстве мебели, потому что на данном процессе происходит сверление разных диаметров и в разные места, точки. Данная машина, получив заготовку, она считывает размер и проверяет точность изделия. Если изделие будет хотя бы на 1 мм не по размеру заготовки, то деталь выплюнится обратно и подаст сигнал, что размер не соответствует. Тем самым данная машина проверяет контроль участков предзвена. А вот так выглядит готовый продукт. Компания намерена обставить 700 квартир, предназначенных для гостей выставки Экспо-2017. Эти шкафы будут расположены в 4-звездочных номерах, а их качество оценят иностранцы. Наше предприятие работает с 2004 года, нам уже 12 лет. Мы с каждым годом развиваемся, углубляемся в локализацию производства. Мы в 2016 году произвели более на 600 млн тенге за год. Это всего лишь 30% мощности производства. Производство может производить нашу продукцию более 2 млрд в год. Инвестиции по проекту составляют 584 млн. Первый этап инвестиций закончен. Планируем, что в течение 3 лет мы еще инвестируем порядком 300 млн тенге. Несмотря на то, что компания «Мегасмарт» находится на рынке 11 лет, к полному собственному производству они приступили только год назад. Если раньше им приходилось покупать сырье в России и Корее, то сегодня они экономят до 40% собственных средств. Это была программа «Сделано в Казахстане», которую подготовили я, Жану Апузбаева, Алякпар Кантербаев и Мейрман Смогулов. До встречи на других заводах. Субтитры создавал DimaTorzok